Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите телевидение Западного округа Москвы. Меня зовут Ирина Полякова. Сегодня все прогрессивное человечество отмечает День эрудита. Давайте мы не будем отставать. И вот у меня какое предложение. Начнем это утро со знакомства с эрудированными школьниками нашего округа. Мы узнаем, как в школе номер 98 из обычных детей делают интеллектуалов. Поговорим о школьных программах и новых федеральных государственных образовательных стандартах. Узнаем, какую роль играет семья в вопросе формирования разносторонне развитого ребенка. Итак, начнем. Еще раз доброе утро. Сегодня в рубрике «Мой округ» мы знакомимся с одной очень интересной школьной командой – командой эрудитов. Эта команда второй год играет в высшей лиге международных турниров «Эрудитые планеты». Представляю вам педагога школы номер 98, Ирина Викторовна Синюшина. Доброе утро. Доброе утро. И Сергей Дегаян, участник команды. Доброе утро. Ирина Викторовна, ведь не в каждой школе знают о международном турнире «Эрудитые планеты». Как узнали вы? Все произошло очень просто. Нам пришла электронка на адрес нашей школы. Мы тоже ничего не знали и решили просто поучаствовать, потому что нам показалось на тот момент это интересным. А когда мы уже втянулись, мы поняли, что мы хотим продолжать и по возможности добиваться каких-то результатов, потому что это, в общем-то, реально. С какими, со школьниками какого класса вы начали? У нас начала сначала одна команда. Это были тогда семиклассники, сейчас это девятиклассники. А вот в прошлом году уже подключились мы с шестиклассниками. В этом году они перешли в седьмой. Это Сережина команда, да? Да, вот Сережина команда. Как раз два года мы участвуем в этой... Наверное, есть какое-то звучное имя у команды? Как называется? Ну, мы пока еще не придумали. Геймерс. Геймерс. Геймерс, Сережа. Сережа, а ты не знаешь? Изменилось ли что-то вот за эти два года? В прошлом году, сейчас? Появился опыт, потому что если первый год мы шли... Опыт такой психологический какой-то? И психологический, и технический, то есть мы уже поняли, как надо проходить эту викторину, чтобы были лучшие результаты. Потом мы обнаружили, что есть повторяющиеся вопросы из года в год, и они могут повторяться в разных командах. Поэтому, если мы, например, совершенно не знаем, как ответить на этот вопрос, мы его после викторины прорабатываем. Не нужно это отбрасывать? Ни в коем случае. Для того, чтобы уже иметь этот опыт выступления, и впоследствии мы уже знаем ответ именно на этот вопрос. А что из себя представляет это мероприятие? Тритура. Они какие-то заочные? Они онлайн. То есть мы входим на определенную страницу в интернете. У нас есть логин, у нас есть пароль, все серьезно, там большая комбинация букв и цифр. Мы ее набираем, и после этого прямо вот в эту же минуту у нас открывается наш тур. Он состоит из 30... Первые два тура состоят из 30 вопросов. На каждый вопрос даются несколько вариантов ответа. Нужно выбрать правильную. То есть это напоминает наши известные телешоу и вообще тестовое тестирование, которое сейчас очень распространено. Вот такие два тура. Причем ведутся они на протяжении 9 недель. Каждый тур по 3 недели, и каждую неделю по 2 еще дополнительных тур. Это какое-то определенное количество времени? Да, то есть с октября по декабрь. Нет, нет, нет. Вот если вы включаетесь в эту работу, вот вы зашли, логин, пароль. Один день и один раз. Один день и один раз. То есть в один день мы можем только один раз ее пройти, и результат мы уже улучшить, к сожалению, не можем. Хотя, может, иногда очень даже и хочется. А сколько времени в день это может занимать? Первые два тура идут до 15 минут времени. А коротенькие. Да, а вот уже на третьем туре дается 120 минут на каждый ответ, но не дается правильных вариантов ответа. То есть уже не из чего выбирать, нужно сразу искать необходимый ответ. А сколько ребят сразу этим занимается? Сразу 6 человек у одного компьютера. У одного компьютера, да. То есть это просто какой-то штурм мозговой, да? Да, да. А вот на самом деле, если человек там, скажем, перед экраном телевизора, в смысле перед камерой где-то там играет, да, это все видно, что он не может воспользоваться никакими подсказками, ничем. Здесь вы сидите у своего компьютера. Рядом может стоять еще 20 компьютеров с интернетом выходящих. В общем, это не оговаривается участие вот ни в каких протоколах. Здесь не столько, может быть, играет роль то, что ты знаешь, сколько то, чем ты сейчас обложен, каким количеством литературы. Нет, к сожалению, за те 15 минут, которые даются на 30 вопросов, там есть еще такая опция, как досрочный ответ и ответ просроченный. За каждый досрочный ответ дается бал дополнительно, за каждый просроченный бал снимается. Поэтому себе дороже куда-то лезть, хотя иногда нам удавалось залезть в большой энциклопедический словарь и найти ответ. Но это всех книжек не читал никто, эрудитами нельзя знать. Эрудит – это тот человек, который знает широкие, обладает широким спектром знаний, но никак не знает все. Поэтому всего знать нельзя, и вот мы пользуемся иногда дополнительной информацией. Понятно. Ну, о других хитростях всего этого процесса поговорим чуть позже. Вернемся в студию очень скоро, не переключайтесь. Ученики Московской школы номер 98 третий год подряд принимают участие в интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты». Это система интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей знаний, на которые одновременно отвечают участники из разных уголков страны и даже мира. Олимпиада длится на протяжении трех месяцев, то есть она заключается в 18 турах. 12 туров коротких, 15-минутных и 6 туров 120-минутных. То есть ребята могут в последних шести турах пользоваться всем, чем угодно. Основная цель проведения Олимпиады – развитие у детей творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. Эти туры развивают у ребят умение пользоваться интернетом, справочниками. То есть то, чему учат в школе, в общем-то. 15-минутные туры – это за 15 минут нужно ответить на 30 вопросов, как БЛИЦ. Это только свои собственные знания, свой собственный интеллект может в этом помочь. Олимпиада включает в себя тестовые задания и занимательные задачи по математике, литературе и логике. Некоторые вопросы попадаются на сообразительность, иногда даже с каплей юмора. Это очень интересно. Дает шанс показать себя и дает шанс узнать что-нибудь вообще такого интересного. Допустим, когда-то мне попался вопрос, когда родился и умер Илья Муромец. Конечно, в сказках попадалось, что Илья Муромец родился, но когда умер, оказалось, что он жил с 16-го по 17-й век. По-моему, до 52-го года. Стать участником Олимпиады «Эрудиты планеты» может любой желающий. Я считаю, что каждый может стать эрудитом. Каждый год наш состав команды немного меняется. И не обязательно отличники не участвуют. Не участвуют и те, которые имеют тройки по некоторым предметам. Но их кругозор позволяет качественно показывать себя на данном соревновании. По словам педагогов, они рады тому, что их ученики в этой Олимпиаде показывают именно командную игру. Сколько эмоций во время обсуждения заданий, порой и слез. Но как приятно потом вспоминать, как нелегко им было одержать очередную победу. А сколько еще предстоит? Елена Кирсанова, Анастасия Лопатинская, Денис Плискин. Москва. Телевидение. Западный округ. Доброе утро всем жителям Западного округа столицы. Сегодня наша программа отмечает День эрудита. Мы говорим о том, как в школах Западного округа воспитывают эрудированных ребят, участников и победителей Олимпиад. У меня в гостях Ирина Викторовна Синюшина, руководитель команды эрудитов, и Сережа Дегаян, ученик школы. Сережа семиклассник, да? Сереж, тебе слово. Как ты в это во все погрузился? Ну, сначала, когда мне предложила Ирина Викторовна, чтобы я участвовал в этой викторине, я согласился. Ну, думаю, там еще какая-то Олимпиада или что-то вроде того. Ну вот. И позвали тоже несколько ребят. Для начала это выглядело увлекательно. А скажи, а почему выбор упал на тебя, как ты думаешь? Ну, во-первых, я учусь нормально, хорошо достаточно. И, ну, есть люди, как бы так сказать, которые на одном предмете учатся, чтобы стать именно... Какая-то специализация русская, да? А я, ну, пока еще не знаю, кем буду, поэтому решил, что все предметы надо уже хорошо как бы взять. Все важно. И, наверное, Ирина Викторовна решила, что у тебя есть какая-то смекалка, которая поможет. Ну да. Как ты оцениваешь сам свои способности к этому? Ну, я не хочу хвастаться. Ну ладно, чего уж похвастать. Ну, думать я умею. Вот если шесть человек, которые сидят перед компьютером и участвуют в этом онлайн-мероприятии, какой процент успешных ответов твой? Можешь так как-нибудь оценить? Где-то 20-25. Ну, можно сказать, все равнодействуют, потому что там, когда, например, один из моих друзей находит ответ, потом я и так далее. Ну, можно сказать, поочередно несколько. У кого-то это быстрее получается, у кого-то медленнее. Ну, мы все одна команда. А если нужно ответить на вопрос, а вы у каждого свой ответ? Как это получит? Ну, скажем, вам нужно выбрать из четырех возможных, да, правильно я понимаю, из четырех возможных вариантов ответ. Нет единства в команде. Один считает, что первый вопрос – правильный ответ. В смысле, первый ответ правильный. Кто-то считает, что второй. Как решить? Как принять решение? Кто принимает решение? Есть капитан команды или преподаватель? Нет. Преподаватель как раз встает на сторону команды. Даже если я знаю, что этот ответ правильный, но с силой своего образования, но ребята считают все вместе, что надо дать какой-то, с моей точки зрения, совершенно неправильный ответ, я говорю, это ваша игра, вы играете, и вам за это отвечать. Работайте. Но я могу посоветовать, они иногда прислушиваются. Иногда? Да. А если у них в товарищах согласия нет, то большинством голосов все-таки шесть человек, легко им определиться. А вот действительно, ведь ваше знание, ваш такой багаж, он, наверное, все-таки обширнее, чем багаж ребят. Вам легко на все эти вопросы ответить? Мне нет. Тоже нет, да? Потому что, во-первых, бывают некоторые вопросы с школьной программой, которая мною давно забыта, потому что я совершенно... А что вы преподаете? Я информатику, и заканчивала я математический факультет, поэтому вот мое поле, на котором я... А что-то более естественное? Да, вот биология, например, для меня это темный лес, и, в общем, со школы так повелось. Поэтому, если вопросы по биологии, ребят на них отвечают, я просто иногда даже в ладоши хлопаю, потому что, да, я говорю, откуда вы это знаете, где вам это рассказали? Или, например, астрономия. У нас вот был один мальчик в команде, который шикарно разбирался вот в этих вопросах, он на них отвечал практически на все. Сегодня у нас на меня нет, он не приехал. Вот. Поэтому всегда им отдается первое место. Сереж, а можешь какой-то пример вопроса привести? Ну, там, к примеру, был какой-то вопрос, когда, например, Илья Муромец погиб, и когда он родился. Да, это очень достаточно сложный вопрос. Он же 33 года лежал на печи? Да, да, да. И мы тогда затруднились ответить. А потом выяснили? Да. В какие же годы он жил-то? Вот сейчас можешь что-нибудь сказать? Я не помню. Надо выяснить, посмотреть, наверное, все-таки в энциклопедию где-то интересно. А то вдруг еще раз такой вопрос тебе выпадет, и как же ты? Это нужно обязательно знать. Из каких областей знаний, в основном вопрос, Сереж, скажи? Ну, это сложно сказать. В основном бывает там из общей какой-нибудь литературы или, ну, как вам сказать? Но они в основном из естественных наук, вот действительно биология, там что-то больше, история? Нет, как раз таки нет. Что-то более точное, да? А там, например, первый тур по естествознанию и так далее, биологии. А второй тур может быть вообще из истории, там, из литературы, из русского языка. Да, там, к примеру, какой-то вопрос был во Франции, какое оружие запретили в период 16-го эпоха, какой-то век. Так, ответ был на этот вопрос арбалет. Мы ответили только потому, что наши учительницы по истории нам преподавала, ну, тогда период в Великой Французской войне. То есть были просто знания именно из школьной программы. На удивление, как раз попало то, что нужно, да? Вы начинаете участвовать в конкурсе. Вы проходите какой-то первый тур, второй тур. Вы знаете, как ваши соперники в это время? Да, все открыто, абсолютно прозрачная схема. То есть мы можем сразу после первого тура, буквально на следующий день, когда прошли другие команды, участвующие параллельно с нами, посмотреть наши результаты и увидеть себя вот в этом рейтинге. И мы сразу увидим, что да, мы там на 20-м месте. Надо как-то поднажать, подтянуться. Более того, как только мы закончили тест, мы знаем, сколько баллов мы набрали. То есть нам сразу считают дополнительные баллы, сразу считают основные. Мы тоже уже можем представить, сколько нам нужно, чтобы вот как-то бороться дальше. Об этих сложностях и секретах мы поговорим чуть позже, а сейчас прервемся на небольшой сюжет. Обучение с помощью интерактивной доски – необычно нововведение во многих общеобразовательных учреждениях Москвы. Оно объединяет в себе экран и маркерную доску. Перед началом работы учитель подключает ее к компьютеру. На поверхности тут же отображается необходимая информация – презентация, фотографии, графики и таблицы. Управлять процессом можно легким касанием. Мы показали вам отрывок занятий с использованием интерактивных упражнений. Не только космические науки развиваются, педагогика тоже идет вперед. И последние поколения детей в изрядной доле – уже не аудиалы, уже не визуалы, уже кинестетики. Это люди, которым нужно предметное использование для усвоения. Им нужно то, что мы называем «похвататься руками». По словам учителей, особая прелесть такой инновации – возможность не только демонстрировать слайды и любые другие изображения, но и делать при этом пометки, а также вносить изменения в режиме реального времени. Разрабатываются вот такие цифровые ресурсы, когда ребенок может предметно пощупать руками то, что мы раньше рассказывали и показывали только на картинках. Используя интерактивную доску, текст или картинку на экране можно свободно перемещать. Детям такие занятия явно по душе, уверены учителя. Главный результат занятий – хорошие оценки в дневниках учеников. Елена Кирсанова, Анастасия Лопатинская, Денис Плискин, Москва, телевидение, Западный округ. Мы снова в студии. Ирина Викторовна, в вашем понимании, что такое все-таки эрудит? Эрудит – это человек, обладающий широким спектром знаний. То есть есть такое слово, наше отечественное синоним слова эрудиции – кругозором. То есть и чем больше знаний у него есть, тем шире у человека кругозор. Это воспитывается? Это закладывается? Это не только внешний процесс, который может учитель осуществлять. Это больше, наверное, процесс еще и внутренний по присвоению тех знаний, которые мы можем ученику сообщить. Это способность человека забрать. Да, это способность эти знания осмыслить. Потому что понять мы можем многое, но именно осмыслить и пользоваться потом этими знаниями, и делать их своими, и дарить их другим людям, окружающим, мы можем только тогда, когда эти знания осмыслены. А это уже процесс внутренней деятельности, такой серьезной, психологической. И вот этой деятельности нужно уже готовить ребенка и учить. И здесь нужна школа. И, наверное, еще ваша функция – научить их самим эти знания откуда-то выискивать, себя погружать. Да, конечно. Получается? Получается, если есть соответствующая образовательная среда. То есть ребенку должно быть интересно, и тогда он будет… Например, Михаил Ломоносов, да, ему в большом счете учитель был не нужен. Если ребенок не хочет учиться, но у него есть масса возможностей, то он будет уступать тому, у которого нет возможности, но он хочет заниматься этой деятельностью. Это целый какой-то внутренний. Да, поэтому, конечно, должна быть среда, которая бы позволяла ребенку, точнее, скажем, даже не позволяла, а в которой бы он не мог не развиваться. А это задача школы. Сереж, до сих пор ты все-таки не решил, кем ты будешь? Седьмой класс, что-то там. Какие-то направления, ну что-то, наверное, тебя все-таки привлекает? Да, медицина. Вот. То есть ты понимаешь уже, какие предметы сейчас школьные, какие направления тебе интереснее? Ну да, но есть один нюанс. Со мной однажды, этим летом, работал дедушка, да, ну мы так с ним учились, и у меня очень-очень большие, как бы он сказал, хорошие результаты были в геометрии, очень хорошие. Поэтому я сейчас не знаю, может быть, даже архитектором буду. Мне больше, конечно, медицина нравится. Как тебя швыряет во все стороны. А кто-то медик в семье? Нет. То есть это совершенно тоже чем-то навеяло. А на какие вопросы тебе интереснее всего отвечать во время этих серьезных конкурсов? Все-таки естественные науки. Все-таки вот что-то биология, наверное, которая ближе, наверное, немножко к медицине. А то, чему тебя учит Ирина Викторовна в школе, информатика? Тоже интересно, конечно. Ну, мне все уроки интересны. Там, хоть учительница будет злая, не злая, главное, чтобы... Ирина Викторовна, добрая? Да. Потому что добрая, да. А все ли ваши ученики, Ирина Викторовна, могут участвовать в этом конкурсе эрудетов? Вот. Вы обязательно выискиваете потенциал. Без потенциала ребенок ничего не сможет сделать? Нет. Мы выискиваем... Я комплектовала команду по принципу, есть ли у ребенка ведущий интерес. То есть вот Сережа, например, музыкой занимается, он об этом совершенно не сказал. Да, он сразу в архитектуру, в медицину, но вот он занимается много лет музыкой. Да. 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 Продолжение следует...